Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити и на ваших экранах методика самооценка по Дембору Бинштейна. Очень хитрая методика. В своих предыдущих видео я рассказывал о тех хитростях, которые используют грамотные умные психологи в названии даже этих методик. Методика пиктограммы как бы направленная и дается инструкция на то, что это исследуется ваша память. Психологам на самом деле исследуется очень точно качество мыслительной деятельности, уровень мыслительной деятельности, ассоциативной волновой деятельности, мышления человека. Точно такая же ситуация допустим с методикой опосредованная память по Леонтьеву. Тоже вроде бы методика на память. На самом деле конечно исследуется и память в процентном соотношении 5-10%. Но основная направленность методики, что пиктограммы, что опосредованное запоминание по Леонтьеву, это конечно мышление. Догадайтесь двух раз, на что направлена методика самооценка по Дембору Бинштейна. Надо сказать прямо и откровенно, открыть вам тайну. Слово самооценка это бытовое, упрощенное, вообще бессодержательное слово. Такого понятия в психологии, как самооценка, не существует. Это бытовое название более важных, более значимых вещей в структуре личности человека. Называется самооценка. На самом деле методика исследует далеко-далеко не самооценку. А что же она исследует? А исследует она критику. Другими словами, правильное название этой методики, открывая вам секрет, не психологам. Психологи, кто учился, знают это прекрасно. Название методики должно звучать следующим образом. Критика по Дембору Бинштейну. Исследование проводится в форме свободной беседы. Психолог на чистом листе бумаги рисует 4 картинки. Ну как, картинка одна, он от руки, карандашом, ручкой, непринципиально совершенно, рисует 4 вертикальных черты. Это вот на данный момент на ваших экранах классический вариант этой методики. Существуют улучшенные, усовершенствованные варианты. И надо сказать, что они у нас все есть. Их штук 5 или 6 этих методик. Они дополняются. Их отличие от классического варианта, разработанного Рубинштейном, это, конечно, увеличение количества шкал. Там разные-разные-разные шкалы. Будет интересно, я вам покажу их все эти шкалы. Совершенно не жалко. Смысл в классической методике, которая применялась изначально, следующий. Рисуется, как я уже сказал, 4 вертикальных черты с отметками вверху. Плюс, минус, минус, плюс. И, соответственно, внизу подписывается прямо. Испытуемый видит. Написано слово. Здоровье, ум, характер, счастье. И, соответственно, испытуемому предлагается отметить себя, в свободной форме. Ему дается этот листочек, карандаш, ручка в руки. И он, соответственно, должен отметить где-то себя на каждый из этих 4 шкал. Соответственно, он берет и ставит черточку. Здесь посередине. Здесь вот высоко. Здесь низко. Здесь опять посередине. К примеру. Методика, надо сказать, очень надежная. Это просто автомат Калашникова в мире психологии. Все олигофрены по шкале ума, то есть люди, прошу прощения за резкое выражение, умственно отсталые люди, они по шкале ума без исключений. Практически они перед моими глазами прошли сотни, может быть, тысячи людей с умственной отсталостью. Без исключения все эти люди считают себя очень-очень умными. Они ставят себя очень-очень высоко. Далее, после того, как он проставил эти отметки, испытуемые, ему задается ряд вопросов в форме спокойной, обычной беседы. Почему так? Почему эдак? Почему по-другому? И так далее. Соответственно, на шкале ума, умственно отсталый человек, сравнивая от себя, ему можно задать, вы умнее Циолковского, Менделеева, Эйнштейна, кого угодно можно привести, он скажет, да, я очень-очень умный человек. Нарушение критики. Можно не проводить ни одну из патопсихологических методик, направленных на мышление, а дать только одну лишь методику самооценка по Дембору Бенштейна. Если вы увидите у молодого человека, 15-16 лет, пришедшего к вам на экспериментально-психологическое исследование в рамках оценки его способности служить в армии или водить автомобиль, мы, соответственно, даем эту методику. И без всяких вопросов, видя такую картину и объяснение, что он считает себя одним из самых-самых умных людей, значит, соответственно, пишется в эпикризе, где он там проходит стационарно или амбулаторно, это исследование, этот молодой человек, пишется, что у него не все адекватно с критикой. Соответственно, абсолютно точно прямая корреляция и взаимосвязь со сниженным уровнем обобщения. Это, как правило, конкретно ситуационные ассоциации, олигофрения, умеренной, средней или высокой уровня. Вот не помню эти выражения. Вот привык, в МКБ-10 написано, да, дебильность, имбицильность и диетия. Сейчас вот это все дифференцируется, да. Вот привык, прошу меня простить, не кидайте в меня тапочки, уважаемые коллеги. Одним словом, видим такую картину на рисунке, в этой методике, соответственно, не возникает вопросов, а что же у человека с мышлением. Ну и далее, то есть по каждой из шкал можно сделать очень строго, четко определенный вывод. Как это ни странно, эта методика, прошу простить меня, я буду бодаться с кем угодно за это. Она не проективная, это не дом, дерево, человек, это не нарисуй свою семью. Это именно та методика, которая является объективной, никакая она не проективная. Соответственно, по каждой из других шкал тоже можно четко соотнести с какими-либо симптомокомплексами, патопсихологическими синдромами, то или иное отношение человека к себе, четко можно предположить и подтвердить свои предположения другими методиками, патопсихологическими, стандартизированными бланковыми методиками, подтвердить свои предположения в рамках симптомокомплексов у этого человека. Вот такая вот красивая функциональная методика. Мы ее предлагаем к приобретению за какие-то сущие копейки. Сами понимаете, мелочь по карманам не тырим. То есть методика в общем-то состоит из одного листочка. Ну и надо сказать грамотной интерпретации этой. Вот так вот она выглядит. То есть тут у нас идет процедура проведения, инструкция, протокол, интерпретация этой методики. Методика стоит копейки и она очень информативна. Она информативна и достоверна на 100%. Это Кольт М911 в мире оружия. Это убойная вещь, которая остановит любого человека. Вот такая, простите меня за ассоциативную такую вот аналогию. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам. Субтитры создавал DimaTorzok